Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто у нас сегодня пришел на наш сегодняшний вечер, это «Беседа о джазе», третий выпуск. Меня зовут Андрей Малиновский, моего нынешнего собеседника Игорь Саибельман. Ну и мы попросим Игоря что-нибудь нам сыграть. Игорь Саибельман Это небольшой фрагмент цыганского вальса, который так и называется «Лажетан цыганка». Расскажите немножко о себе и о вашем увлечении с гитарой. Ну, я уже намного больше сорока лет, учусь как бы играть на гитаре. Увлечение в детстве началось, два моих друга приехали из летнего отдыха на море, оба с гитарами, оба пели песни там. Ну, естественно, мне тоже захотелось. Так как я петь не мог, поэтому пришлось учиться играть по нотам, что-то такое. Вы попали в струю, когда это было повальное увлечение ВИА группами? Да, да. Ну, всех в это играли на гитарах. Все играли на гитарах, ну, все и пели песни. Ну, я тоже как бы в это увлечение оказался втянут. Потом был институт. В институте был у меня приятель, тоже друг, который закончил музыкальную школу. Вот он мне там, в общем-то, дал начатки того, чтобы там играть на гитаре уже по нотам как бы. Играл я много классики в начале, хотя было повальное увлечение там уже не ВИА, а западными там британскими, английскими рок-группами, там Led Zeppelin, Дипопло. Слушали, слушали, пытались тоже что-то играть. Потом, когда немножко еще старше стал. Ну, хотя еще в институте я ходил на концерты, на джазовые. Вот приехал, помню, в Санкт-Петербург, я учился в Санкт-Петербурге, в Вариниоростроительном институте. Приехал, вижу афишу, японский биг-бенд, Sharp and Flats называется. Он, наверное, и сейчас существует, потому что, ну, известный очень коллектив, переводится название как Sharp and Flats, диеза и бемоли. Вот так. Ну, очень здорово там, понравилось. Ну, хотя еще, да, мысли о том, чтобы самому что-то играть из джаза, они пришли уже все-таки гораздо позже. Уже когда, после института, ну, когда переехали в Вологду мы жить, вначале мы жили в Карелии, там, по распределению. Потом приехали в Вологду. И, в принципе, все зависит от того, с какими ты людьми встречаешься. Вот встретился с людьми здесь, с такими. Не могу не вспомнить. Вот вчера, позавчера, был небольшой концерт у нас с Сергеем Кузнецовым, да, там, ну и с другими музыкантами вологодскими. Сергей меня тоже спросил, такой вопрос задал, как ты вот стал играть джаз? И вопрос был, в общем-то, неожиданным для меня. Ну, вот сегодня, подумав, я не могу не вспомнить таких музыкантов из Вологды. Вот, к сожалению, покойный уже, Эдик Добнер, гитарист, замечательный, прекрасный гитарист. Ну, папа, можно сказать, всех вологодских гитаристов, в каком-то смысле. Вот. От него я впервые услышал, он что-то там играл, подбирал, там, имя услышал, Баки Пиццарелли, такой американский гитарист, итальянский предложил, он что-то из него играл. И я вот тогда впервые, можно сказать, узнал, что на гитаре тоже можно джаз играть, оказывается. То есть, ну, информации было мало. Вот. И другие ребята стали что-то пробовать, что-то играть вместе. Потом, потом, благодаря этому же Эдику Добнеру, у них был свой квартет джазовый, классический, так сказать. Эдуард, правда, играл на бас-гитаре в нем, был солист Саша Волков, но он сейчас в Вологде живет, тенор-саксофонист. Володя Аксенов на клавишных, на рояле, там, на синтезаторе. И Роман Чепеленко, потомственный барабанщик. Папа его был барабанщик, и он тоже сейчас. Ну, он играет в группе Джая, сейчас, я знаю, играет, там они регги играют. Ну, в общем, универсальный музыкант. Во многом, много Сергей Кузнецов принес вот в плане вот развития джаза в Вологде. Потому что город у нас, в общем-то, хотя и стоит между Петербургом, Москвой, Архангельском, которые как бы, ну, давнишние джазовые центры. Но, тем не менее, музыкантов здесь не так много всегда было, да и сейчас есть. В общем-то, узких рук все друг друга знают, все друг друга любят, все в хороших отношениях. Вот, и я напросился в Big Bang Сергею Кузнецову, у него был студенческий Big Bang в училище организован, играть там на гитаре. Вот, 10 лет я там проиграл, даже, ну, можно сказать, это была работа, потому что там какие-то небольшие деньги платили. Вот, ну, это, конечно, много очень дало. А Сергей очень деятельный в этом плане, организовал тут фестиваль в Вологде, потом организовал поездки наши в другие места. У него был свой коллектив, ну, и у меня тоже был как бы отдельно квартет, назывались мы General Bass Jazz Band. Ну, вот так вот постепенно, и, конечно, многое не получалось сразу, как хотелось бы, да и сейчас тоже далеко до того, чтобы считать, что... То есть, процесс продолжается, учимся всю жизнь. А у вас гитара, ну, музыка, она стала профессиональной деятельностью, или это как хобби все так же осталось? Ну, как бы, музыка, подход к музыке у меня, конечно, я так сам считаю, что профессионально. То есть, хочется, ну, научиться играть по-настоящему, но никогда музыка не была источником, ну, заработка основного. То есть, в этом смысле я любитель, и в этом есть свои преимущества, потому что, что люблю, то играю. Нет привязанности к стилистике. Ну, я вот видел у вас... Нет привязанности, как бы, ну, к заказной какой-то музыке, что надо вот это вот играть. Что нравится, то играю, да, как бы так. Понятно. Я просто у вас смотрел на ютубе, искал информацию о вас, просто видел, что вы играете и Босса Нову, и Мануш, тот же самый цыганский джаз. То есть, у вас очень много, ну, вы в многих стилистиках играете. А как у вас произошло знакомство с этими стилистиками? Ну, ищешь себя, да, как бы, то, что хочется играть, допустим, не совсем получается. Сложная музыка, на самом деле, джаз, там, бибоб, да. Когда был коллектив, вот этот у нас, General Jazz, пытались играть что-то, ну, типа джаз-рокового такого, да. Потом, 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 вот, ну, услышал Босса Нову, то есть, и раньше слышал, но обратил внимание более серьезно. Захотелось, а начинал-то я на нейлоне играть, а Босса Нову, в общем-то, такой пальцевый стиль, да, как бы. И стал изучать, был такой период, изучал Босса Нову, до сих пор много играю Босса Нову. Сейчас попробую что-нибудь. Хорошо. 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 » переводится буквально но этот день из жизни влюбленного как бы и английский текстом придуман фильм по моему назывался черный орфей а музыканте чтобы играть джаз на гитаре на чтобы к этому лежала душа или что-то другое то есть осваивать технику ну что для этого требуется ну желание в первую очередь конечно чтобы хотелось до играть да но на самом деле гитара такой сложный инструмент с одной стороны а с другой стороны он благодаря этому позволяет там играть как и на фортепиано одновременно и мелодию и и аккомпанемент и и басовую партию ну и даже ритмическую в каком-то смысле вот но конечно свои сложности обычно конечно есть разделение функций потому что джаз искусство коллективное и гитаристы как правило если он играет как солист то он играет в основном конечно мелодию там немножко подкрепляю гармонии а ритмичный ритм ведет барабанщик и и басист ритмическую функцию выполняет и как бы так понятно для этого требуется музыкальное образование или чтобы душа лежала вот вы например у вас есть музыкальное образование у меня музыкально у меня есть музыкальное самообразование формального образования у меня нет но занимался я много так сложилось я уже говорил о том что пришлось учить ноты самого начала потому что но петь не получалось а для того чтобы играть джаз да но современных обстоятельствах конечно надо заниматься потому что условия все для этого есть если мы будем говорить о каких-то там выдающихся музыкантах которые там пионеры джаза были которые там то ли не имели возможности образоваться то ли действительно они были такими вот самородками что у них и так все получалось вот но как правило сейчас нет в этом необходимости то есть то есть сложно представить что какой-то там выдающийся там гениальный там предрасположенных музыки человек не получит образование почему все для этого есть как бы надо учиться а вы сами долго учились да вот всю жизнь учился и сейчас продолжается нет пределов нет нет ну да это невозможно же сказать что вот я научился и теперь все могу а тем более что на самом деле ну там из тысячи шагов которые там ведут там к мастерству там какому-то да ну я не знаю но может я прошел там один или два если бы если бы ну вот у завтра 12 числа и я буду проводить мастер-классы в музыкальном колледже посвященный вот ну так сказать под условным названием на пути к импровизации ну то есть как как это вот если хочется а не знаешь как вот к этому подступиться вот что конкретно делать что конкретно изучать вот если бы ну там лет 30 назад мне кто-то бы вот этот рассказал может быть она бы легло и я буду сделал три там или четыре шага уже там побольше как бы а кто из артистов вот вы например услышали вот джазу и решили что все я вот буду ориентироваться на него или такого не было то есть или так внутренне было из 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 тех людей с которыми вот я лично общался я уже говорил про эдуарда донора да гитариста а из грейтов из великих да ну по моему так и сложилось что вот один из самых великих гитаристов там джаза да в 8 монгомери и на и по моему вот первый кого я реально услышал пластинка такая попалась называлась а не помню как называлась не важно было издана там на мелодии там что ли ну в общем с квартетом в в эссе монгомери и тоже очень понравилось но то что он делает это просто непостижимо для простого смертного но гений день может поиграем из джаза сейчас и попробую очень трудно играть на гитаре хотя есть такие гитаристы которые могут играть одни может быть есть и молодые но вот из великих это кэш джо пасово он у него много записи таких когда он один собственно играет джаз но я сыграл но без импровизации просто тему называется чизкейк и и кстати я услышал впервые в исполнении вот саши волкова вот саксофониста который здесь вот написал ее декстер гордон американский саксофонист а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще трудно научиться играть джаз на гитаре? То есть там, как я представляю, в моем понимании джаз на гитаре это какие-то аккорды, которые, например, это пальцы выгибания Да, не совсем так. Конечно, нелегко, но просто надо изучать на основе того, что уже как бы накоплено в этой сфере, так скажем. За последние лет, наверное, 20-30 именно обучение джазу всегда было поставлено, так сказать, хорошо в Америке, в Соединенных Штатах. А вот именно вот с гитарной стороны очень много появилось наработок новых, и самое главное, что они сейчас все доступны. Все это есть в интернете. Другое дело, что трудно в этом море там... Не утонуть. Не утонуть, да. И начать потом... А что? Это в начале или это в начале? И лучше, конечно, заниматься в каком-то учебном заведении. В джазе, как это ни странно, есть свои каноны, да? То есть, например, как классической музыке, то есть, например, там есть определенная постановка, от которой все и идет. То есть, например, а вот в джазе как вот это будет? Ну, вот именно в гитарном джазе, да? Ну, в начале несколько слов о том, что из себя представляет гитара. Гитара. Гитара, гитара вот читается, называется одинаково. Гитара, на которой играют классические гитаристы, гитара, на которой играют там рок-музыканты, гитара, на которой играют там джазовые музыканты. А, в принципе, это очень разные инструменты. И по технике там звукоизвлечения, и потом какие там инструменты электрические гитаристы. Ну, в основном используют плектор, да? Такой вот маленький предметик, с помощью которого извлекают. Классические гитаристы играют пальцами. Вот. В основном, да. Классические гитаристы играют на нейлоновых струнах. Электрические гитаристы играют на металлических струнах, как правило. Ну, вот у вас, я как видел, тут нейлоновые струны. Это что-то среднее между классической гитарой и электрической гитарой. А на каких струнах все-таки удобнее? Вот почему, например, вы выбрали нейлоновые? Ну, я играю на металле тоже. Просто этот инструмент, он более универсальный для меня, потому что позволяет играть и пальцами, там, какие-то вот басановые, да? И, ну, и медиатором тоже можно на нем играть. Хотя на металле эти песни, которые предназначены для медиатора, конечно, удобнее играть. И, наверное, они более аутентично звучат, чем... Ну, а, к примеру, я знаю на гитаре, там, ну, как обычно говорят, три аккорда основных. Да? А могу ли я научиться, там, ну, те же сами три аккорда, играть, ну, хотя бы легкий, или простой джаз, или что-то еще? Да, конечно, можно, ведь дело не... Ну, научиться можно. И дело не в том, что это аккорды простые, там, или блатные, или неблатные. Все музыка, она едина. То есть и джаз использует те же самые... То, что уже открыто еще было там во времена Баха. Вот. Ну, опять мы возвращаемся к тому, что нужно учиться, и учиться не так сложно, на самом деле. Ну, вот, например, для тех, кто начинает, там, можно как-нибудь просто показать или... Ну, примерно как строится? Ну, музыка состоит из кирпичиков, из, так сказать, ну, из гармонических таких последовательностей, очень коротких, но они практически в любой песне, там, в любой композиции присутствуют в той или иной форме. Ну, ну, например, она... А такая вот прогрессия, которая называется 2-5-1. Это по ступеням лада, как бы, вторая ступень, пятая, доминантовая, и потом операторную тонику. Ну, если мы говорим про тональность до-мажор, да, чтобы было понятно. Ри-минор. Это... И... Если... С чего начинать учиться джазу? Ну, вот изучать вот такие последствия. Учиться читать, выучить, там, несколько аккордов, понять их природу, и пытаться, там, найти ноты, и пытаться начать хотя бы, там, ну, аккомпанировать какие-то, там, играть песни, там, лучше с кем-то. Ну, лучше или в уме, там, хотя бы их петь, там, там, ну, вот. Из чего состоит музыка? Из мелодии, да? Ну, вот, может, не самая простая песня. Называется «Лала Берзелис», «Колыбейный листик», да? И вот к ней аккомпанемент. Потом из чего еще писать? Это как бы, это как бы, это как бы куплет. Потом есть вторая часть. Они, кстати, эти вот части песни, да, обозначаются буквами. Первая часть обычно «А» обозначается. Она играется два раза, вот «А» и «А». Там, с разными, может быть, окончаниями, да? Ну, несут. Вторая часть называется «Б» или ее еще часто называют «Бридж», «Мостик». Ну, она в этой песне звучит вот так. И опять первая часть. Вот, значит, выбрали какую-то песню, которая нам нравится, да, вот, услышали. Нашли ноты, это сейчас не проблема там в интернете, да? Скачали их, научились читать хотя бы аккорды, да? Вот. И пытаемся ее саккомпанировать. То есть вот, как я уже показал, да? Ну, и вторая часть тоже имеет там, ну, слово гармонистское сопровождение. Ну, и опять вот. Вот таким способом. А какой еще может быть путь? Понятно. Хорошо. Тем, кто играет на гитаре, ну, понятно, но я себе немножко представил. Вот, а я вас еще хотел такой вопрос задать. А вот сейчас, вот, смотря на нынешнее поколение, то сейчас идет все на упрощение, да? Вот, например, у нас в первой передаче мы разговаривали с Сергеем Чепенко. Он говорит, что сейчас тенденция такая интересная идет… Сергеем Кузнецовым. А? Сергеем Кузнецовым. К Кузнецовым и Чепенко Сергеевым, он в Америке сейчас живет. Ага. Вот, он рассказывал, говорит, что даже в Америке сейчас идет больше к упрощению. То есть молодежь не хочет вот такими стилистиками, да, где тяжело и что-то надо думать. То есть они не хотят этим заниматься. То есть почему вот сейчас такая ситуация происходит? А мне кажется, это, ну, преувеличение какое-то, потому что никогда джаз не был сильно популярным. И даже в Америке, там его слушают вот по официальной статистике, там 3 или 5 процентов населения. Несмотря на то, что это… для них же это что? Для них же это фольклор, народная музыка фактически, да? Ну, вот так и есть. И, не знаю, ну, много молодежи, которая хочет играть в джаз. Вот я даже вот по Петербургу служу. Полно молодых музыкантов, которые учатся, которые там по клубам ходят, там по джем-сешнам. А почему они стараются выбирать такую стилистику? То есть может они как свобода их или это выражение себя? Вот, видимо, да. Потому что, ну, у каждого, наверное, свои там причины. Ну, я бы не сказал, что их сейчас стало меньше этих, чем, может быть, в другие времена. Ну, конечно, сейчас информационная вот эта вот доступность всего, в том числе и музыки, она, конечно, свою роль сыграла. Сейчас зачем слушать музыкантов там каких-то живых, да, когда полно всех записей и в Ютубе, и в интернете, там, и на пластинках, и там, на виниле, и, в принципе, там, и на CD. Да. Но, тем не менее, есть люди, которым это интересно и слушать, и играть, тем более. Хорошо. А может тогда, хотя я вас хотел попросить еще поиграть Мануша? А, ну, несколько слов об этом вообще стиле. Он возник, оформился там, наверное, уже вот фактически в наше время. Но основателем его, как бы, является такой гитарист Джанго Рейнхард, француз цыганского происхождения, скажем так, как это принято говорить. Родился в 1910 году, учился играть на банджо, учился играть на гитаре и очень в этом преуспел. И в 30-е годы во Франции был такой коллектив, назывался Hot Club de France, в котором играл Джанго Рейнхард. Вот фронтменом там, как бы, был Стефан Грепелли, скрипач известный, знаменитый. Было два гитариста, братья Ферре, которые играли аккомпанемент и контрабас. Ударных не было. Вот стиль с тех пор так и сохранился, как бы, функцию ритмическую на себя берут ритм-гитары. — Мануш — это тот же самый, ну, как бы, это переначальное название, что цыганский джаз. — Да, а откуда взялось это слово? Есть народная синти цыганская такая, да? А Мануш — это, как бы, его французская ветвь, вот этих синти. Ну, Джанго был синти, Манушем. Вот и очень модное слово в последнее время. И очень много, там огромный пласт культуры, вот этот Мануш. И он вышел уже из цыганской среды, то есть много музыкантов, не цыган, которые играют эту музыку там. — Ну, вот у нас, Волода, приезжал, господи, акустический квартет Бергара. Это очень было интересно послушать. То есть он сам не цыган, но он тоже говорит, что однажды я услышал эту музыку, и все, то есть я готов ее, говорит, играть целыми сутками. — Ну да. Я тоже вот знаком с одним, то есть знаком заочно с одним гитаристом, не цыганом. Вернее, ну, я в 2006 году, когда еще не знал, что такой стиль существует, ездил с художниками там в Париж, просто, ну, включили меня в делегацию. Ну, правда, я им там на открытии поиграл, там на выставке на гитаре. И там подошла одна девушка и говорит, у меня муж тоже гитарист, француз. Она русская, да, была? Ну, я не обратил внимания, она мне даже карточку дала. А это, оказывается, был, она еще говорила, у мужа российские корни, его зовут Фредерик Белинский, он какой-то там потомок Виссариона, вот этого вот знаменитого нашего, Белинского, да. А оказалось, он тоже играет в джаз «Мануш», и он последние годы, ну, не знаю, как именно сейчас, но последние годы вот он жил в Москве и играл вот эту вот музыку, и ему это нравилось. Блин, ну и давайте послушаем, может. Я сейчас, ну, джаз, любой, это, конечно, коллективная музыка, в первую очередь. Ну, вот я попробую один сыграть одну композицию, которая называется, ну, темку, называется «Пыр-парле». Ну, это уже как-то парле, да, это переводится как что-то вроде как разговор, или беседа, или диалог. Ну, на самом деле, ее сочинил музыкант, гитарист, роман которого зовут, ну, это псевдоним, роман. Он очень похож на цыгана, но я был удивлен, когда я где-то там прочитал, что он не цыган. А играет он ее со Штохала Розенбергом, выдающимся тоже гитаристом, у которого есть трио, который так и называется «Зе Розенберг трио». Их там три брата играет. Ну, вот я сейчас попробую один что-то. Их там три брата играет. Ну, это, на самом деле, это только сама тема. Потом положено, как бы, сыграть на нее какую-то свою вариацию, импровизацию. Но это нужен аккомпанемент. Я не решаюсь один. Хорошо. Я еще у вас хотел спросить, вы сами пишете музыку или нет? Нет. Во-первых, как-то ничего не сочиняется. А во-вторых, столько музыки придумано хорошей, что есть из чего выбрать, как бы. И нет такой даже потребности. Даже не говоря про способности. Понятно. Хорошо. А что бы вы пожелали людям, которые вот только начинают или пытаются играть, но у них что-то не получается? Ну, заочно трудно советовать. Ну, постараться найти кого-то, кто уже какую-то часть пути прошел уже. И вот, что бы подсказал, научил. Ну, или самому искать. Сейчас, ну, есть форумы специализированные, зависит от стиля. Ну, тут же там, Джаз Мануш, там поискать форумы, там пообщаться с людьми, как они, вот, как они там занимаются, как учатся, какие материалы используют. Если другой стиль интересует, то тоже по тематике там посмотреть, да. Вот. Много литературы издается, которую можно найти там в магазинах, в нотных там, да. И интернет там можно даже и не покупать ничего, а как-то найти, скачать там, читать, учиться, заниматься. Вот единственный путь. Если нет каких-то сверхспособностей, что, как бы, оно само все получается, ну, тогда и вопросов нету, как говорится, да. Понятно. То есть, говорит, составить это дело и заняться немножко другим. Да, да. На самом деле, вот, нотного материала для гитариста, как бы, не классического, да, который хочет играть, ну, ту же басановую, те же басановую, не так много. И мне очень помогло, вот, в моем развитии, то, что приходилось, вот, есть ноты, в которых написана мелодия. Ну, и гармония, аккомпанемент. Вот берешь мелодию, берешь аккорды и пытаешься их соединить вместе. И иногда получается, что даже и самому нравится. Называется, ну, я играю инструментальную музыку, но очень много этих вот композиций, как бы, и существует в вокальном варианте. Это известная песня, ее исполнял, там, Энди Вильямс, еще бог знает кто. «The shadow of your smile» – «Тень твоей улыбки». Очень известная. Сейчас посмотрим, что получится. А. Мazu it is. А. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это первая часть вопроса. И вторая. Были ли у вас длительные перерывы, когда вы долго не играли, и как быстро вы восстанавливались, если были? Спасибо. Ну вот последнее время, да, перерывы бывают, но там несколько дней, да. Я большую практику имею, потому что хожу играть на улицу в тёплом климате. Ну вот сейчас у меня правда проблема, у меня ногти обломались, вот, и поэтому я не всё могу тут, да, да. Вот, то есть техника там уже это страдает. А так, конечно, перерывы бывали, но они не всегда были не впрок. Потом после этого какая-то вот свежесть, что ли, появляется. И технически, ну, технически я же не такой большой виртуоз, чтобы там что-то, это... Ну, ну, несколько там дней, там недель занятий, в принципе, там регулярных, и всё восстанавливается. Ну, даже не недель, наверное, а так поиграть. Иногда бывает, что-то забывается, там какие-то вот вещи, если долго не играешь. Ну, восстанавливаются, найдёшь нотки, там вспомнишь. А иногда потом то, что забылось, оно к лучшему, вдруг какие-то другие приходят эти идеи, там, варианты. Так что ничего страшного в этом нету, наверное, у любого бывает человека. Ну, конечно, лучше не делать больших пауз. Игорь, спасибо вам большое за приятную беседу. Спасибо. Ну, думаю, мы ещё увидимся с вами. Я тоже надеюсь, и всё-таки я в Вологде прожил большую часть жизни, наверное, чтобы вот... 29 лет, это по-любому, наверное, ни в одном месте у меня не получится больше прожить, чем в Вологде уже теперь. Поэтому это, можно сказать, родной город, хотя я не здесь родился, но очень много с ним связано. Хорошо, спасибо. Спасибо.